Всем привет, меня зовут Лена и в этом видео мы начнем создавать в Notion трекер привычек на год со статистикой по неделям и месяцам. Почему на год? Ну, во-первых, мне нравится идея того, что его не нужно постоянно редактировать. У меня есть готовая система на год, где я могу внедрять новые привычки, архивировать старые и в то же время следить за всей статистикой. Во-вторых, я думаю, не всегда легко выработать привычку за короткий период. Условно любое действие, будь то стакан воды с утра, тренировка или изучение иностранного, требует куда большего времени на привитие. И даже когда привычка становится некой ежедневной рутиной, мониторинг прогресса дает нам дополнительный уровень представления, что очень мотивирует не останавливаться на достигнутом. Немного о предстоящей работе с трекером. Всего будет три видео. Первым, то есть в этом, мы создадим сам трекер. Здесь нам понадобится немного экселя для быстрого создания календаря. Во втором, мы добавим статистику по неделям и месяцам при помощи свойств Relation и Relapse. А в третьем видео, мы придадим статистике визуально приятное отображение с помощью формул. Все эти моменты мы с вами подробно разберем по ходу видео. Если говорить о Notion, то есть два основных варианта ведения трекера. Как видно в первом варианте, мы записываем наши привычки в строку, что дает нам больше пространства для описания, и мы можем добавить множество действий без ущерба эстетическому виду. Во втором варианте привычки отображаются в столбцах напротив даты выполнения. И в данном случае мы, конечно, можем дать нашей привычке художественное описание, но для его полного отображения потребуется широкий столбец. А если таких привычек много, то будет страдать вид трекера. И тем не менее, я остановилась на втором варианте мониторинга, потому что, на мой взгляд, привычку можно описать кратко или заменить смайлом, что значительно уменьшит колонку. И мне кажется, идеальнее всего сконцентрироваться на необходимом минимуме. Если наш день будет состоять из огромного количества привычек, то мы просто-напросто выгорем и потеряем мотивацию что-либо делать. Во всем должна быть золотая середина. Поэтому ссылку на готовый шаблон я оставляю в описании, но для тех, кто хочет понять, как работает трекер изнутри, мы создадим его вместе. Ну что, поехали! Переходим к созданию трекера привычек на год. Создаем новую страницу и сразу для лучшего отображения в правом верхнем углу кликаем на три точки, где перетягиваем два ползунка, тем самым делая меньший размер текста и широкоформатный вид. Здесь же мы можем поменять шрифт или оставить по умолчанию. Я ставлю обычно второй. Далее даем название и создаем новую пустую страницу с иконкой. Кликаем на автоматически появившуюся иконку и выбираем подходящую вам. Я предпочитаю иконки за пределами Notion, поэтому я иду на сайт, ссылку оставлю в описании. Выбираю иконку, копирую ее и вставляю. Также здесь можно выбрать заставку для нашей страницы, но мы оставим это на потом, чтобы нас ничего не отвлекало. Сейчас нам нужно создать таблицу, в которой будут отображены наши привычки и даты их выполнения. Нажимаем на плюс и создаем базу данных в табличном представлении TableView. Появляется таблица с колонками Name и Text. Колонку Text мы можем удалить, скрыть или заменить, как и любую другую в дальнейшем. А вот с Name все эти манипуляции невозможны, она является как бы базовой. В данном случае в ней мы будем записывать наши даты. Давайте сразу дадим название нашей таблице. Нажимаем любой кнопкой мыши на Table, выбираем Rename, пишем название весь год, нажимаем Enter. Чуть ниже даем еще одно название, более конкретизированное, в нашем случае трекер привычек. Переходим к созданию календаря. У Notion есть свойство Date, которое позволяет ввести актуальную для вас дату. Но у нас 365 дней, и если мы будем вбивать каждую нужную дату в ячейку, то это займет очень много времени. Поэтому было решено ввести учет дат в текстовом формате. Но здесь возникает та же проблема, что и со свойством Date. Мы можем ручками внести дату, но как-то автоматизировать этот процесс не представляется возможным. И здесь мне пришла мысль обратиться за помощью к Excel, который, я думаю, есть на любом компьютере. Итак, открываем Excel. В первой ячейке пишем дату 01.01.2023. Переходим в следующую ячейку и пишем 02.01.2023. Потом тянем за уголок этой ячейки вниз и видим, что у нас автоматически проставляются даты. Тянем до 365 строки и год в текстовом формате у нас готов. Я все проверяла по календарю, все даты точны. Теперь выделяем их все, копируем Ctrl-C. Переходим в нашу таблицу в Notion. Кликаем левой кнопкой, тянем, выделяя несколько строк и вставляем Ctrl-V. И мы достаточно быстро получаем 365 дней нашего года. Даем колонке Name название, дата. И готово! Переходим к привычкам. Они у нас будут отображаться свойством чекбокса, который позволяет нам поставить галочку в случае выполнения задачи и не ставить, если мы ее не выполнили. Колонку Text удаляем, нажимаем на плюс, выбираем чекбокс. Если мы знаем, сколько у нас будет привычек, то дублируем колонки, а потом их переименовываем. У меня получилось 6 привычек, а вы можете написать свое количество и свои названия. Итак, каркас нашего трекера привычек готов. Так как наши даты указаны в текстовом формате, нам нужно показать Notion, к какому месяцу относится каждая дата. Для этого я выбрала свойство Select, которое будет работать как некий тег и который в дальнейшем будет выступать связующим звеном с таблицей для статистики по месяцам. Создаем новое свойство Select и называем его месяц. Перетягиваем его и ставим перед датой для удобства заполнения. В первой ячейке пишем январь, создать, нажимаем Ctrl-C, копировать, зажимаем левую кнопку мыши и тянем до ячейки с последней датой месяца. Нажимаем Ctrl-V, вставить. Далее пишем февраль и проделываем те же манипуляции с помощью копировать-ставить и так до декабря. Готово. Теперь Notion знает, к какому месяцу относится каждая введенная дата в текстовом формате. Перейдем к неделям. Теперь нам нужно показать Notion, к какой неделе в году относится каждая дата. Мы это делаем для отображения самого трекера привычек по неделям и для таблицы с недельной статистикой, которую мы будем создавать во втором видео. В году всего 52 недели. Соответственно, нам нужно создать 52 нумерации недели и растянуть каждую на 7 дней. Я сделала отдельный файл со всеми неделями, который вы сможете найти в описании. В первом случае это все недели, соответствующие каждым 7 дням, а во втором это 52 недели в столбец. Итак, создаем такое же свойство Select, называем его недели. Давайте тоже перетянем его к датам для удобства. В 23 году первая неделя начинается 2 января, с понедельника, а первым числом заканчивается 52-я неделя 22-го года. Сначала создаем теги к каждой неделе. Можно брать их из файла, копировать и вставлять, либо придумать свое отображение. Теперь, когда мы создали название недель, идем в Excel. И здесь важный момент. Копируем 365 строк с неделями, идем в Notion, раскрываем полностью наш календарь до декабря и только потом вставляем их в колонку недели. Объясню, почему так. Если мы не раскроем весь календарь, то происходит какой-то баг в виде разрыва даты, добавления пустых строк. Если у вас так или иначе происходит что-либо подобное, то воспользуйтесь приемом, которым мы заполняли колонку с месяцами. То есть берем конкретную неделю, копируем ее и растягиваем до конечной даты этой недели. Готово. Теперь мы можем перетянуть колонку обратно в конец таблицы и скрыть. Теперь создадим колонку для отображения дней недели с понедельника по воскресенье. Это не обязательный пункт, но он визуально дополняет трекер и в дальнейшем поможет нам фильтровать неделю по дням, если мы этого захотим. Создаем колонку со свойством Select, называем ее день. В первой ячейке пишем воскресенье, так как 1 января это воскресенье. Нажимаем Enter, переходим в следующую ячейку и пишем понедельник. И так до субботы. Для визуала можно присвоить рабочим дням зеленый цвет, а выходным красный или любые другие. Далее выделяем эти 7 ячеек, копируем, снова открываем календарь полностью до декабря, выделяем все ячейки и вставляем. Последнюю дописываем воскресенье. И на этом этапе сам трекер привычек имеет уже законченный вид. Колонку месяца можно также скрыть. Нам остается только сделать фильтр по неделям, чтобы таблица была не такой объемной и максимально удобной в применении. Для этого нажимаем любой кнопкой мыши на название нашей таблицы весь год. Кликаем Дубликейт. Появляется дублированная вкладка с трекером. Даем ей название «Актуальная неделя». Теперь нам нужно дать понять Notion, что мы хотим видеть только актуальную неделю, а не весь год. Для этого мы воспользуемся фильтром. Нажимаем кнопку «Фильтр», выбираем «Недели» — это колонка, которую мы скрыли. И из выпавшего списка выбираем нужную нам неделю. И теперь мы видим наш трекер в семидневном представлении. И, например, когда начнется новая неделя, нам всего лишь нужно будет поставить галочку напротив нее и снять предыдущий. Если что-то пошло не так, и вы хотите удалить фильтр, нажимаете на него, кликаете три точки и удаляете. Теперь перетягиваем наш недельный трекер на первую позицию. И готово! Мы получили трекер привычек на год с недельным отображением. В следующем видео мы добавим статистику по неделям и месяцам, которая поможет отслеживать весь прогресс. Если у вас остались какие-то вопросы по трекеру, то пишите в комментариях. И если видео оказалось полезным, то буду рада вашим отзывам, лайку и подписке. Спасибо за просмотр! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok